Ну так, мы просили показать, как пользоваться этим кругом. Набрал немножко иванчая, подвярил, даже немножко его пересушил. Листья немножко, должны быть слегка подвялены. Вот, просто их, грубо говоря, отбираем. Листья. Листья. Все, мы ее накрамбовали в эту мисочку. Ну и начинаем вот такие вращательные движения. И нашим кругом. Вот он начинается потихонечку скручиваться. Но еще раз повторюсь, я просто пересушил немножко, пока отходил. Вот, прям такого легкого вяления должны быть листики. И ни в коем случае не сухие, не подсушенные, а прям вот такие вот они. И все, в тенечке подвярил. Вот, ну, насчет того, что пересушил, сок плохо выделяется. Вот, а так он начинает становиться прям таким темным. И гоняем тогда состояние такого слегка липкого получается. Ну, вот он темнеет. Но слабо, конечно, мало сухо осталось. Ну, и когда мы... Ну, вы просто сами поймете, что он вот сок выделился. Листики получаются вот такие вот уже скрученные. Вот, и все это все потом крутим-крутим. В большую миску вот так все складываем. Полотенчиком накрываем. И оставляем 6-8 часов. Вот. До того состояния, когда начнется процесс прения. Вот запах вот прям такой сладковатый, прелый будет. Вот. И после этого раскладываем уже на сушку. Так и проходит процесс ферментации иван-чая. Ферментация, допустим, смородины, вишни. Она немножко по-другому делается. Будет интересно, расскажу. Продолжение следует... Продолжение следует...